Побывать в другой стране и не отведать блюда местной кухни, значит лишить себя как минимум 40% удовольствия от знакомства с местным колоритом. Кулинарное наследие Литвы, с которым познакомилась группа нижегородских журналистов в рамках пресс-тура, поразило вкусовые рецепторы настолько, что каждое посещение кафе или ресторана сулило маленький гастрономический праздник. Этому есть вполне логичное объяснение. Мы как-то привыкли есть свои продукты, молочные, мясные, рыбные, и поэтому, когда человек приезжает сюда, он тоже находит вот здесь свежие продукты, вкусное мясо, наш необыкновенный ржаной хлеб. Путешествуя по Акаунасу, Вильнюсу, Паланге или другим литовским городам, вы на каждом шагу будете встречать кафе, рестораны и бары, и в конце концов ваш разгулявшийся аппетит заведет вас в одно из мест общепита. Вот человек приедет, походит, полюбуется красотами нашими древними, зайдет в наш любой ресторан, кафе, покушает и сделает вывод, а пища у нас вкусная, поэтому и, кстати, недорогая. Обед в средней руке ресторане, который будет состоять из салата первого и второго блюда, а также десерта, обойдется вам в сумму от 15 евро. Что же стоит обязательно отведать из-за аутентичной литовской кухни? Самое популярное литовское блюдо – это, конечно, цепелин, потому что все хотят попробовать его, а мы как-то привыкли к этому блюду, и поэтому цепелин – это наше самое такое популярное национальное блюдо. Цепелин – это огромная клетка, которая сочетает в себе два незаменимых ингредиента литовской кухни – картофель и свинину. Блюдо не только сытное и вкусное, но и полезное. А в летнее время местные жители очень любят угощаться шалтиборщаем – это холодный борщ, ярко-розовый цвет, которому придает свекольный сок, а неописуемый освежающий вкус – кефир. Прощаясь с Литвой, не забудьте взять с собой местный ржаной хлеб из келандис – колбасу, приготовленную из рубленного мяса, помещенного в свиной желудок. Этот деликатес в 2010 году вошел в списке кулинарного наследия.